Создание презентации Создание презентации важно для периодических врачебных консилиумов, подготовки к визитам пациентов, учебных целей или документации по лечению. Для создания презентации все данные, которые подлежат представлению, следует скомпилировать на экране в том виде, в котором они будут представлены позже. Само собой разумеется, это включает в себя шаблон отображения, коэффициент масштабирования, яркость контрастность рентгеновского изображения и изображение для сравнения, то есть все, что важно для последующей презентации. Именно эта форма представления изображения будет воспроизведена чуть позже в презентации. Само собой разумеется, все отображаемые данные могут быть отредактированы в любое время со всеми функциями редактирования изображений EMR. Презентации хранятся как отдельная серия изображений в рамках исследований и обозначаются аббревиатурой PR в столбце процедура. При этом сохраняются только настройки презентации, они почти не занимают дополнительного места. По умолчанию списки презентаций настроены на организацию презентаций в архиве медицина, радиологии, хирургии и образования. Они могут быть настроены или расширены в любое время нашей службы и поддержки клиентов. Таким образом, любые списки презентаций становятся доступными для разных подразделений или тематических областей. Если не предполагается привязывать презентацию к фиксированному списку, можно сохранить презентацию без соотнесения со списком. Если в органайзере выбран источник презентации, вы можете выбрать списки позже в фильтре 2 для отображения этих презентаций. Сейчас мы готовим презентацию по случаю для завтрашнего консилиума по радиологии. Для этого откройте исследование или серию из вашего медицинского архива, которые вы хотите подготовить для презентации. Добавьте предварительный просмотр к этому виду, измените сетку и увеличьте ту часть изображения, которую вы хотите выделить. Отредактируйте представление в том виде, в каком позже должны быть показаны изображения. В первом выпадающем меню вы можете указать дату демонстрации презентации. Мы выбираем завтрашний день. Здесь вы можете выбрать следующие 7 дней в качестве возможной даты презентации. Эта дата сохраняется в качестве целевой даты в презентации. Таким образом, данная презентация позже может быть выбрана в органайзере на соответствующий день, в данном случае, в фильтре 1 завтра. Если презентация не предполагается в какой-либо конкретный день, оставьте выбор сегодня. Вы можете использовать раскрывающееся меню «Привязка списка» в области «Презентация», чтобы привязать подготовленную презентацию к списку «Презентация радиология». Чтобы все это сохранить в виде новой презентации, нажмите кнопку «Сохранить новый вид» на панели инструментов, чтобы создать презентацию в открытом исследовании. Проверяем, сохранена ли презентация, выбрав в органайзере МР-источник медицинской презентации, такой как фильтр 1 завтра и фильтр 2 радиология. Теперь будут показаны все презентации пациентов или случаи лечения на этот день и для списка «Радиология». Фильтр 1 также может использоваться для выбора прошлых презентаций. Для сохраненных презентаций в описании серии отображается создатель, привязка списка и дата презентации. Продолжение следует...